В 1931 году американский ученый польского происхождения Альфред Коржипский на одной из конференций произнес фразу, которую многократно растиражировали и ученые, и даже литераторы. Карта — это не территория. Не знаю, как вы, я, листая книги с высказываниями великих, часто ловлю себя на мысли, что эти высказывания очень банальны и говорят о чем-то совершенно очевидном. Но если вдуматься в их содержание, то можно увидеть нечто более глубокое, чем кажется на первый взгляд. Ну, вряд ли Альфред Коржипский имел в виду такую банальность «карта — это не территория», сродни банальности «ручка — это не тетрадь», «сердце — это не подушка» и так далее. Скорее всего, содержание этого высказывания более глубокое, иное. Но можно было бы предположить, что он имеет в виду такую достаточно очевидную мысль, что «карта» всегда содержит меньше информации, чем территория. «Карта» всегда отличается какой-то нехваткой. И это адресует нас к известному наверняка вам стихотворению Льва Николаевича Толстого, хотя оно и больше известно как поговорка, чем стихотворение Льва Николаевича Толстого, точнее, к отрывку из этого стихотворения, написанному во время Крымской войны. Гладко писан в бумаге, да забыли ровраги. Но я думаю, что Альфред Коржипский имел в виду более интересную, глубокую и неожиданную мысль. Речь идет не о том, что на карте не хватает того, что мы встречаем на территории. Речь идет об обратном. На карте есть то, чего на территории найти нельзя. И, собственно, эту мысль я сегодня буду отстаивать в ходе своей лекции, иллюстрируя ее изображениями географических карт. Ну, я попрошу для начала дать завершающий пятый слайд, на который представлена карта в привычном нам виде, карта мира в привычном нам виде. Так вот, дело в том, что на этой карте содержится не только то, что увидели, описали, проанализировали и схематизировали ученые, географы, картографы, геометры, математики, потому что карта — это сложный проект, междисциплинарный. Но здесь, в неявном виде, содержится представление о должном. Возможно, это представление авторов карт, возможно, это представление тех пророков, политиков, мыслителей, которые оказали влияние на авторов географических карт. Чтобы увидеть это неявное содержание, ну, собственно, неявное содержание — это и есть идеология. Чтобы увидеть это неявное содержание, необходимо обратиться к истории картографии. Вообще история — это очень полезная вещь. И жаль, если постепенно история уйдет из наших общеобразовательных программ, потому что история дает возможность увидеть то, что тот мир, в котором мы живем, не является безальтернативным. Что когда-то люди жили совершенно иначе, а это означает, что и мы можем жить иначе, чем мы живем сейчас. Ну, для начала я предлагаю внимательно рассмотреть те памятники истории картографии, которые я выбрал для сегодняшней лекции. И я прошу теперь вернуться к первому слайду. Эта карта была создана на рубеже VI-VII веков нашей эры. Она находится в книге христианского писателя, энциклопедиста, церковного деятеля Исидора Сивильского. Но сейчас он знаменит тем, что некоторые католики его считают покровителем интернета, потому что он был автором первой энциклопедии, то есть он попытался свести воедино все знания, которые были накоплены античным миром и дошли сквозь темные века до монахов VI-VII веков. Ну, и в каком-то смысле интернет – это наша современная энциклопедия. Так вот, давайте внимательно посмотрим на эту карту. Ну, в сущности, что сделал Исидор Сивильский? Он свел воедино две традиции. Две культурные традиции, две литературные традиции – древнегреческую и древнееврейскую. Ну, поскольку он был христианским автором, христиане на протяжении первых веков истории христианства только тем и занимались, что пытались повенчать Афины с Иерусалимом – древнегреческую культуру и древнееврейскую культуру. Ну, я обращаю ваше внимание, что здесь Земля уже представлена в виде круга, круга земного. В соответствии с представлениями греков, этот круг земной окружает море и океан. Да, я не сказал о том, что Исидор Сивильский своей картой задал целую традицию подобного рода карт. Их историки картографии называют круглыми картами, колесными картами. А вот этот подтип карт называется ТО-карта. Но если вы внимательно посмотрите на геометрию этой карты, то вы увидите, что она представляет собой как бы Т-образную фигуру, вписанную в О-образную фигуру. Отсюда и название ТО-карты. Так вот, ну какие здесь греческие представления есть в этой карте? Греки уже знали, что круг земной делится на три части. На Азию, Европу и Африку. Эти три части отделены друг от друга водными пространствами. Но, разумеется, это схематичное изображение круга земного. И Исидор Сивильский вовсе не пытался передать очертания берегов. Но, судя по названию, мы видим, что здесь Европу и Африку, как мы знаем, разделяет Средиземное море. Ну а что касается вот этой водной глади, то в других географических картах дается более точное пояснение того, что вы здесь видите. Вот левая часть Т-образной фигуры это Тана из Дон, а правая часть Т-образной фигуры это Нил. Таким образом, Дон и Нил для Исидора Сивильского это то, что отделяет Европу и Африку от Азии. Это Греция в этой карте. Здесь есть еще представления древнееврейские, связанные с народами, населявшими Европу, Азию и Африку. Но если вы откроете Библию, точнее первую часть Ветхий Завет, созданную древними евреями, то вы прочитаете, что все народы произошли от трех сыновей Ноя, пережившего всемирный потоп. От Сима, Хама и Иофета. Что делает Исидор Сивильский? Он соединяет эти две традиции, греческую и еврейскую, и помещает в соответствии с библейскими представлениями Сима, здесь Шем, в Азию, в Азию, в Африку и Иофета, Европу. На что еще нужно обратить внимание? Чем отличается эта карта от привычных нам карт? Мы привыкли к тому, что наверху всегда находится север, внизу юг, справа на карте восток, слева запад. Я обращаю ваше внимание, что эта карта ориентирована не на север, а на ориент, восток. Таким образом, карта имеет восточную ориентировку, что, в общем-то, соответствует представлениям античного средневекового человека о неоднородной Вселенной. О том, что во Вселенной есть особые точки, священные или сакральные точки, которые организуют вокруг себя все пространство. Так вот, восток – это сакральная часть неба. Ну, а верх листа ассоциируется с мифологическим верхом, то есть с сакральной частью мифологической Вселенной. Таким образом, два сакральных места совпадают. Верхний уровень и восток. И я хотел бы еще обратить внимание на то, что здесь явно еще не представлено. Если мы посмотрим на центр этой карты, то он находится где-то близко к побережью Азии. Ну, я сразу скажу о том, чего здесь нет, но что появится чуть позднее. Это центр Вселенной, центр мира, которым для христиан, конечно же, был Иерусалим, где произошла главная мистерия христианства, где спаситель спустился на землю для того, чтобы спасти весь род человеческий. Таким образом, эта карта круглая, она ориентирована на восток, и центр этой карты находится примерно там, где находится Иерусалим. Давайте посмотрим, что произошло дальше с историей картографии. Я прошу следующий слайд. Это так называемая Эпсдорфская карта. Она была создана в XII веке. Хранилась долгое время, некоторое время хранилась в Ганновере. К сожалению, она погибла во время бомбардировки Ганновера авиации союзников. Но, к счастью, сохранились не только черно-белые фотографические, но и даже цветные копии этой карты. Благодаря этому мы можем ее увидеть сейчас. Ну, строго говоря, это так называемая карта-икона. То есть, автор этой карты не пытался точно передать очертания материков. И они здесь трудом узнаваемы. Ну, правда, если внимательно присмотреться, то мы здесь увидим Средиземное море. Ну, вот остров Сицилия. Вот Рим. Вот это Британия. Но очень точно показаны разделяющие сушу водные объекты. Конечно, точно в смысле они перечислены. Разумеется, они показаны не точно. И, в общем-то, автор карты, как видно, не пытался передать очертания материков. Его идея была другая. Если присмотреться, то эта идея становится явной. Потому что на этой карте изображен не только круг земной, как его представляли средневековые европейцы XII века. На этой карте изображен спаситель. Если присмотреться, вот его голова, вот ноги, израненные ноги и руки спасителя, который обнимает собой весь круг земной, спасая его и приближая человечество к встрече с Богом. Причем я обращаю ваше внимание, что он обнимает не христианскую Европу, и не христианскую Византию, и не христианскую Русь, а он обнимает собой весь мир, где живут не только в XII веке христиане, живут иудеи, буддисты, мусульмане, язычники. То есть он спасает всех по замыслу автора этой карты. Ну, если присмотреться, то эта карта... Да, кстати говоря, на этой карте есть даже те объекты географические, которых ни один путешественник не описал, но которые есть в текстах религиозных. Здесь есть царство Гога и Магога, здесь есть райский сад, он расположен на востоке. И средневековый человек был убежден в том, что рай это не нечто потустороннее, трансцендентное, а рай это часть того мира, в котором человек живет. Его только нужно достичь. Да, эта карта ориентирована на восток. И теперь обратите внимание, вот этот центр, это Иерусалим. То есть здесь этот центр показан уже в явном виде. Таким образом, Иерусалим это священный центр христианства и священный центр также иудеев, но который представлен здесь как центр всего мира, независимо от того, какую веру исповедует тот человек, который смотрит на эту карту. Ну теперь, чтобы понятны были альтернативы, я прошу третий слайд показать. Это карта арабского географа XIII века Аль-Идреси. Ну, здесь уже, если внимательно присмотреться, можно угадать очертания известных нам частей Европы, Азии и Африки. Необычность этой карты состоит в том, что она перевернута для нас. Она ориентирована не на север, а на юг. Поэтому мысленно привычную вам географическую карту переверните, и вы начнете узнавать очертания континентов. Да, вот она Европа, вот Африка, ну вот здесь где-то, видимо, Индия находится. Вот, теперь я прошу внимательно посмотреть вот сюда. Это центр, геометрический центр этой карты. Ну вот, кто еще не узнал, можно догадаться, что это Аравийский полуостров. Аравийский полуостров. Как вы думаете, что здесь может, что может, что в качестве центра мог представить себе Аль-Идреси? Ну, конечно же, Мекку. Конечно же, Мекку, священный город мусульман, там, где находится Кааба, главная святыня мусульман, которые мусульмане в соответствии с одним из толпов ислама должны совершить паломничество, хадж. Ну, дело в том, что существует множество на самом деле карт, созданных мусульманскими географами, но эта карта, кстати говоря, не очень обычная для мусульманской картографии. Здесь есть попытка передать очертания мира, границы материков. Вот. В основном мусульманские картографы решали задачу не для громатеев и даже не для моряков. Они решали задачу для рядовых мусульман, потому что мусульманин, молясь, должен обратиться лицом к Мекке. А к XII-XIII векам территория ислама занимала уже такой большой участок земли, что мусульмане, находящиеся в разных частях исламского мира, должны были обращаться в совершенно разные стороны. Кто-то должен был смотреть на север, кто-то на юг, кто-то на восток, кто-то на запад. Значит, нужно было знать, куда именно обращать лицо, когда ты находишься или в Казани, или в Испании, или в Африке, или даже в Индии. И в центре вот этой карты-схемы помещалась Мекка, а на периферии изображались основные страны, которые входили в состав арабского исламского халифата. Таким образом, эта карта ориентирована на юг, и в центре этой карты находится Мекка. Ну и следующий слайд. Ну, это уже более привычное для нас изображение. Это карта, созданная в первой половине 17 века. Ну, здесь почти уже, почти всего хватает, что мы знаем, ну, за исключением Антарктиды, которая тогда еще не была изучена. И Северный полюс тоже вот обозначен только одной береговой линией, непонятно, где она заканчивается. Ну, что, собственно, отражает знания моряков, путешественников, картографов того времени. Ну, вот, обратите внимание, каким образом организована эта карта? Где здесь центр, где периферия? Ну, вот, не совсем понятно. Пожалуй, есть некоторые абстрактные точки, которые задают изображение на этой карте. Это Северный и Южный полюс. Северный и Южный полюс, который указывается не в священных текстах, а на который показывает магнитная стрелка компаса. Таким образом, священным текстом для новых картографов становится компас с его магнитной стрелкой. И еще одна линия, которая задает координаты, это экватор. Таким образом, изображение на карте задается не священными местами мировых религий, а абстрактными линиями и абстрактными точками. Ну, и, наконец, последний, пятый слайд. Ну, вот, это результат уточнения предшествующей карты. Да, я предшествующий слайд просил показать, потому что там еще мир представлен в виде круга земного. То есть, сохранилось какое-то представление, восходящее к средневековью и античному миру. Здесь же предпринимается попытка уже развернуть, как бы, всю поверхность земного шара и представить ее так, как она есть. Ну, снег, разумеется, с искажениями вполне понятными, когда мы сферическую поверхность разворачиваем и превращаем ее в плоскую поверхность. Ну, вот, теперь вы посмотрели, как выглядели карты до того, как мы создали, как картографы создали привычный нам мир. И я возвращаюсь, собственно, к тому, о чем я планировал говорить, об идеологическом содержании карты. Так вот, мой основной тезис следующий. Эти карты, которые сейчас вы увидели, отражают три проекта, три культурно-политических проекта интеграции человечества. Религиозный христианский проект, религиозный исламский проект и светский гуманистический или натуралистический проект. Ну, собственно, все эти проекты так или иначе восходят к идеям, возникшим еще в осевое время истории. В середине первого тысячелетия до нашей эры, когда такие выдающиеся великие мудрецы мира, как Конфуций и Лао-Дзи в Китае, как Будда и Джина Махавира в Индии, как Заратуштра в Иране, как Парменид, Фалес, Пифагор в Греции, как Исаия, Еремия и Езекииль в Израиле, которые сформулировали мысль о том, что все люди причастны к одной общей природе. Во всех людях содержится одна и та же природа. И если племена, народы воюют друг с другом, то это не норма отклонения от нормы. Соответственно, норма состоит в том, чтобы эту вражду прекратить. Но все эти идеи аккумулировали затем политические проекты. Ну, например, такие политические проекты, как проект Персидской империи, опирающийся на религию зороастрийскую. Как проект Александра Македонского, опирающийся на гуманистическую традицию античной философии. Ну и, наконец, проекты христианский и исламский. Ну, если вы вспомните те карты, которые здесь были. Да, я прошу ко второму слайду вернуться. Да, то, очевидно, идея этого проекта. То есть, объединить человечество можно только вокруг единой системы верований, ценностей и знаний. Эта система верований, ценностей и знаний задается христианством и основана на подвиге Христа. Таким образом, мир станет единым только тогда, когда все народы присоединятся к церкви. И тогда будет восстановлено разрозненное тело Христова и совершится второе пришествие Христа в виде человечества, ставшего христианским. Следующий слайд демонстрирует альтернативный проект, в основе которого лежит та же самая идея. Да, необходимо объединить человечество вокруг единой системы верований, ценностей и знаний. Но эти верования, ценности и знания принесены не Христом, они принесены пророком Мухаммедом, который завершил череду пророков. Он последний пророк. И, значит, он только те, кто следует его пророчествам, могут создать, могут в конце концов прекратить эту нескончаемую вражду племен и народов и создать единое человечество. Но в истории человечества имело место еще одно событие, которое можно уподобить и севому времени. Это 15-16 века. Это череда событий, характерных для европейской цивилизации. И все эти события представляют собой симптомы кризиса религиозных попыток интеграции человечества. В 15-16 веках провалилась попытка объединения православия и католичества на Ферраро-Флорентийском соборе. В 15 веке католическая церковь испытала очередной раскол, когда одновременно католики, когда католики вынуждены были выбирать, о какому же из двух пап необходимо подчиняться. Чуть позднее, в 16 веке, благодаря протестному движению, начатому Лютером, Цвингли и Кальвином, католическая Европа раскололась на две части. На тех, кто сохранил верность католической церкви, тех, кто отделился от католической церкви и стал называть себя протестантом. И, наконец, 15-16 века – это очередное обострение отношений между христианской цивилизацией и исламской цивилизацией. Необходимо помнить, что в 16 веке войска Османской империи осаждали Вену, а некоторые христианские писатели говорили о том, что это преддверие конца света, и турки-османы – это бич Божий, который наказывает христиан за их ослушание. Так вот, все эти события показали, что мировые религии уже не могут решить задачу интеграции человечества. И тогда, прежде всего, европейские мыслители начали искать иных способов интеграции, иной системы ценностей, верований и знаний, которые могли бы объединить человечество. И тогда их внимание обратилось к одному древнему понятию – к понятию природы. Ведь природа – это то, в чем мы все живем, независимо от того, кто мы по вероисповеданию или цвету кожи. Более того, природа – это не только то, что нас окружает, это то, что находится внутри нас. Это то одинаковое, что находится внутри нас. Причем речь идет не только о физиологии. Речь идет о том, что европейские мыслители называли естественная мораль. То есть это некие моральные нормы, которые присущи людям, независимо от вероисповедания. Это то, что мыслители называли естественной религией. Это некоторая вера, которую можно найти и в буддизме, и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме – естественная религия. Так вот, живя в естественном мире и будучи естественными людьми, мы можем объединиться, невзирая на то, во что мы верим, какому Богу мы поклоняемся, каким пророкам мы доверяем. И вот, собственно, этот природный мир и начинают изображать европейские философы, ученые, европейские писатели, европейские художники. Именно в это время формируется пейзаж, как жанр европейской живописи. И, наконец, к этому процессу подключаются картографы, которым теперь нужно изобразить мир природный. Не мир христианский с Иерусалимом в центре, не мир исламский с Меккой в центре, а мир природный, в котором трудно было бы угадать намеки на какие-либо культурные, сакральные центры. Это абстрактные центры, которые задаются не законами, не церковным правом, не шариатом, а задаются компасом, стрелкой компаса. Но, правда, здесь возникла одна проблема с этой схематизацией природного мира. Ну, с полюсами все понятно, с экватором тоже все ясно, но картографы начали спорить, а где же провести нулевой меридиан? Ну, я прошу сейчас пятый слайд опять показать. Ну, мы привыкли к тому, что нулевой меридиан проходит через пригород Лондона, через Гринвичскую обсерваторию. Дело в том, что в новое время обсерватории занимались не только астрономическими исследованиями, они создавали карты для моряков, то есть они создавали схемы, по которым моряки могли бы ориентироваться в открытом море. Поэтому это скорее такие лаборатории знаний навигационных, нежели астрономических. Вот, поэтому англичане проводили, разумеется, нулевой меридиан через Гринвич, португальские моряки через Лиссабон, ну, в России какое-то время нулевой меридиан проходил через Пулковскую обсерваторию, Пулковский меридиан. Вот, но, в конце концов, эта незримая борьба наций за то, чтобы быть центром природного мира, привела к тому, чтобы мы смирились, согласились с тем, что нулевой меридиан проходит через Гринвич. Ну, по-видимому, это отголосок мирового господства Британской империи. Империи, в которой, как говорили сами англичане, не заходит солнце. То есть, это означает, что этот проект, как и все идеологические проекты, собственно, имеет слабое звено. То есть, здесь просматривается некоторый замысел, частный замысел. Ну, собственно, что такое идеология? Это попытка выдать частную систему ценностей за общую систему ценностей. Это еще одно понятие идеологии. Вот, поэтому, вот, собственно, та карта мира, к которой мы привыкли, это проект, проект интеграции человечества вокруг определенной системы верований. Например, верований в то, что все люди одинаковы по своей природе. Верований в то, что все люди достойны одних и тех же прав, ценностей, одних и тех же ценностей и одних и тех же знаний. Ну, собственно, ну и последнее, что я хотел бы сказать. Почему это идеология и что здесь, собственно, манипулятивного? Потому что понятие идеологии сразу отсылает к понятию манипуляции. Мы сейчас все реже и реже пользуемся понятием идеология и все чаще пользуемся понятием манипуляции. Ну, собственно, манипуляция – это сокрытие. Что сокрыто в этих картах? В этих картах сокрыто то, что в них содержится не только представление о сущем, но и должность. Собственно, сокрыта сама граница между сущим, между тем, что мы можем увидеть за этой картой и должным. Ну, раз это обстоятельство сокрыто, то актуальной остается задача философии. Задача философии состоит в том, чтобы делать тайное явным. Ну, что я и попытался сейчас сделать перед вами. Спасибо за внимание.